Самара – город ярких людей, смелых творческих экспериментов. Родина всероссийской студенческой весны. 30 лет назад здесь, на берегах Волги, фестиваль объединил вокруг себя молодежь всей страны и стал культовым. В разное время лауреатами и победителями студвесны становились Евгений Гришковец, Александр Морозов, Диана Арбенина и Светлана Сурганова из группы «Ночные снайперы». Творческий потенциал молодых талантов оценивала авторитетная жюри Евгений Дога, Александр Розенбаум, Лариса Голубкина. Мы хотим познакомить вас с людьми, стоявшими у истоков фестиваля. С людьми, которые были участниками и идейными вдохновителями студвесны. Мы, Светлана Кудрявцева и Анатолий Головко, авторы нового проекта телеканала «Самара Гиз». Коля, привет! Привет! Встречаемся сегодня с тобой в Самарском педагогическом университете. Почему именно здесь? Ну, потому что в этом ВУЗе началась моя творческая, скажем так, карьера. И вот видишь, до сих пор в холлах также репетируют студенты. А сейчас мы идем в актовый зал. А сейчас мы идем в актовый зал, да, в котором, как говорится, все и началось. Николай Епифанов – участник стемов «Команда за» и «За дружбу». Лауреат Всероссийской студенческой весны 96-го года. Участник фестивалей 93-го, 94-го, 95-го, 96-го и 99-го годов. Член организационного комитета и ведущий мероприятий фестиваля. Ведущий оператор телеканала «Самара Гиз». Впервые я в этом зале оказался в 1990-м году. А в 1992-м году уже выступал за педагогический университет в STEM-е за дружбу. Получится у нас сейчас вернуться в эти времена? Я вспомню. Да, конечно. Ты знаешь, очень такие странные ощущения и чувства, вот, заходя в этот зал, да, что-то изменилось, что-то, кажется, осталось абсолютно таким же. Кажется, стулья поменялись, а может быть нет, да, поменялись. Повесили кондиционеры. Но самое приятное, что на стенах появились постеры, на которых есть фотографии, а ребят, которые участвовали в «Студовеснах», как всех времен, я так понимаю, которые были тогда и сейчас. И твои в том числе фотографии? Да, и мои, и моих друзей, которых я вот вижу, наблюдаю, Сергея Войтенко, Юра Иванюк, Вершинин Игорь, ректор университета. Вот люди, которыми я тогда вместе жил практически этой жизнью в этом самом зале. Коль, Сергея Войтенко я здесь вижу, а ты на этих фотографиях где? А, ну вот если посмотреть прямо, да, то есть вот третий ряд снизу, вторая фотография справа получается, вот я в очках, а на самом верхнем, центральная фотография в музыкальном экзамене, без синхорбу фонада. Он нерадивый студент, я якобы профессор или там преподаватель. То есть даже номера все помню? Да, помню, помню. Если сейчас музыку поставили, если бы весь народ собрать, я думаю, мы бы все-все вспомнили, все то же самое показали. Ну, насколько я знаю, вы часто встречаетесь со своими друзьями и практически каждый год повторяете то, что было... Да, у нас есть опыт, да, встреч, вспоминаем старые миниатюры, иногда даже их выпускаем, как говорится, зрителям, показываем. Ты сегодня взял с собой фотографии, студенческий билет, я предлагаю посмотреть на то, как все было и заодно поговорить о том, как все начиналось. Коль, масса артефактов, я вижу, находится на столе, и черно-белые фотографии, и значки, и всякие буклетики, литература, вымпелы. Расскажи, пожалуйста, по порядку. Что это такое? Ну, во-первых, для того, чтобы попасть на всероссийскую студенческую весну, нужно было победить в областной городской, местной. Вот, а так как в то время Самарский университет, в принципе, был одним из сильнейших, и наш STEM очень часто выходил, получается, на областную весну. Ну, а автоматически мы, как бы, номера становились лауреатами, и они патендовали на то, чтобы выйти на всероссийскую студенческую весну. Так как она была в первый раз, вот, представлялись лучшие коллективы, которые в то время существовали в городе Самара и области, вот. И в основном, то есть, вот, STEM-ы авиационщиков, политеховцев, вот, и художественные коллективы этих вузов в основном занимали, ну, призовые места. И поэтому они автоматически становились участниками всероссийской студенческой весны. То есть мы говорим о том, что всероссийская студенческая весна заразилась в Самаре в 92-м году? Да, благодаря очень хорошим, замечательным людям, которых я очень хорошо знаю, потому что раньше с ними тоже пересекался. Ирина Заверева, Дмитрий Ефремов, Марина Сергеева, Игорь Кулагин. То есть, как бы, вот это люди, которые организовали и придумали это все мероприятие. И вот, в принципе, 93-й год, первый фестиваль, Самара. Мы участники, мы... Тогда, правда, наш STEM ничего не взял, потому что, ну, так получилось, что мы были не очень сильны. Вот, но мы, как бы, свое профессиональное мастерство с каждым годом улучшали. И все-таки в 96-м году мы получили диплом. Вот он, дипломант Российской студенческой весны 96-го года. STEM-ZA. Немножко неправильно написали, тогда уже мы назывались команда-ZA, но почему-то организаторы немножко ошиблись и написали просто STEM-ZA. Диплом какой степени? Вы были победителями, участниками или выиграли в какой-то номинации? Лауреат фестиваля. Вот, я тебе точно сейчас скажу, как это правильно называлось. Может быть, это очень долго получается. Так, вторая премия. STEM-команда за город Самара. Если вернуться все-таки к истокам, ты мне показывал фотографию где-то в милицейской форме. Как это вообще все начиналось, как ты пришел? Пришел, я говорю, это очень давно было. В самом начале 90-го года меня попросили поучаствовать в студенческой весне факультета Логопедии. И первое мое появление именно на этой сцене случилось именно тогда, в 90-м году. То есть вы с товарищем в милицейской форме? Нет, нет, нет. Или это было гораздо позже? Это другая история. Это уже 93-й год. Вот это вот милицейская форма. Это ты? Это я. Да, читаю какой-то монолог про какого-то зайца. И, честно говоря, уже не помню. Вот. Ситуация была такая. Студенческая весна, 93-й год. Заключительный банкет проходил в Доме молодежи. А так, как не сумели, кажется, договориться по поводу охраны, ко мне подошла Ирина Зверева. Говорит, Коля, спасай, у нас проблема. Я говорю, какая? Нам, говорит, нужно на вход поставить каких-то парней, которые бы проверяли по бэджикам, чтобы не прошли чужие люди на мероприятия, на наш банкет. А ажиотаж был большой, наверняка. Все хотели попасть в это время. Ажиотаж был большой, потому что приехали ребята с разных городов, их всех привезли на автобусы к Дому молодежи. Все стоят, нужно пройти же, да, а там стоят два человека в милицейской форме. Один из них я. Мимо меня проходят мои друзья из города Южкар-Алыст, там бардак. Проходят такие, начинают как-то судорожно искать эти бэджики на себе. И, как сейчас помню, Сашка Лебедев поднимает этот самый бэджик, вот-вот у меня, поднимает голову, видит меня. Я говорю, Лебедев, ваше, типа, удостоверение. Он такой, вот, Коля, а ты еще и мент? Вот, ну, короче, вот такая была веселая история. Да, она прошла. Ну, это был просто сценический образ, и все, не более того. Ну, то есть, в первый раз ты участвовал, по сути, в качестве охранника-волонтера, как это сейчас принято говорить. А потом уже, то есть, ты посмотрел все эти постановки, творческие номера, и как уже вот затянул тебя в эту движуху? Ну, наш коллектив старался максимально развиваться. У нас было такое направление, как синхро-буфонады. Это когда люди под музыкальные кусочки, нарезанные в определенном смысле, да, составлялись в такой единый, как бы, продукт, да, в единый спектакль, вот. И как бы под музыку открывали рот, просто вот, да, открывали рот, и развивалась какая-то мизансцена, ну, происходила какая-то ситуация, происходила на сцене. Вот. У нас было несколько таких синхро-буфонад, это был парк, это было кафе, музыкальный экзамен, и еще парочку у нас было таких проходных. И, конечно же, были текстовые миниатюры, были какие-то интересные стихи, то есть, как кого... Сейчас это называется, наверное, стендапом, а тогда так это не называлось, но просто были какие-то... Такие... Какие-то такие... Такие какие-то... Сценки? Сценки, да. Вот. А вот у замарского юмора была какая-то своя специфическая особенность? Может быть, отличительная черта у команд, которая не была похожа ни на что другое? Да, да. Есть... Были коллективы, которые очень отличались в своем выражении той или иной сценки, да. Там это вот Стэм «Ух ты!» был такой замечательный, Леша Глаголев был очень гуттаперчивый и молодой человек. Он есть, он сейчас существует, он живет, все нормально в Москве. Вот. Но его сценическая подача, она была уникальной, то есть человек просто как-то выдвигал, как-то двигался своими ногами, как-то вот выкручивался. И это было так смешно и неожиданно, что просто вот даже, кажется, в 93-м году, или нет, в 94-м, Леше дали приз за лучшую мужскую роль. Тоже на всероссийской студенческой весне. Вот. Стэм просто так. Уникальные парни. Женя, Димка, Антон. Вот. Тоже для Самары это визитная карточка того времени, однозначно. Стэм. Ну, я что-то опять просто про Стэма начал говорить. Если брать музыкальные коллективы, танцевальные коллективы, очень всех в то время удивил театр танца Марины Староквашевой массовые мероприятия. Это было открытие для многих хореографов, даже которые приехали из Москвы, смотрели в жюри. Вот. Они были очень удивлены и подачей, и экспрессией, которая от этого танцевального коллектива исходила. Это было очень здорово. А наши певцы тоже были очень уникальны. То есть Вадим Малявин в 93-м году стал лауреатом вместе с коллективом «Тест Аппетит». Вот. Потом ребята, танцевальщики, еще танцевальный проект «Де Факто», проект «ВВС» Володя Самаркин. Но люди до сих пор, многие до сих пор продолжают свою деятельность. Вот. Володя Самаркин – один из известнейших стопачей в России. По сути, студенческая весна в 92-м году дала путевку в жизнь многим музыкантам, художникам, певцам, то есть различным творческим людям, в том числе деятелям культуры и политики. А вот как это все сказалось на тебе? Ну, в 92-м году была идея организовать фестиваль, а в 93-м он уже начался первый фестиваль. То есть он прошел первый фестиваль в 93-м году. А на меня как? Да как. Ну, всю жизнь проработал и работаю на телевидении. И постоянно встречаюсь со своими друзьями в правительстве, в администрации, на сценических площадках. Мы все дружим до сих пор, и у нас очень хорошие отношения. Коль, наверняка осталось много ярких воспоминаний с того времени. Давай вспомним какие-нибудь самые интересные номера, которые тебе особенно запомнились. Ну, большой популярностью пользовался номер под названием «Музыкальный экзамен». Тут вот есть у меня несколько фотографий. Вот. Это вот я в роли преподавателя, так сказать, да? То есть этого синхро-буфонада, в которой несколько человечков появляются на сцене. Вот. И мы под музыку, под известные хиты того времени английские на английском языке открываем, как есть арты, и показываем миниатюру. Да, вот. Есть даже у нас видео этого чудного номера. А много вообще видеозаписей сохранилось с того времени? Ну, есть отдельные номера, отдельные записи, но есть номера и со студ весны, и которые мы снимали на фестивалях STEM-ов, на которые мы ездили. Ну, так как это все очень сильно перекликалось, поэтому, в принципе, можно было эти номера гонять и здесь, и там, потому что номеров-то было много, а когда выходил на всероссийскую весну, там можно было показать какую-то программу небольшую, там, 15-20 минут. И поэтому в этом варианте наши номера не очень прокатли, потому что у нас одна синхро-буфонада шла 15 минут, и за это время показать что-то еще уже было невозможно. Поэтому мы очень мощно подготовились к 96-му году. Сменился состав коллектива, вот, и уже не за дружбу, а команда за. Вот, мы подготовили удивительный номер под названием «Шотландские стрелки». Вот, представьте, что на сцену выходят молодые люди и девушки в шотландских юбках с деревянными ружьями, и крутят эти ружья тоже под музыку. Вот, какая-то разыгрывается безонсцена по центру, между, как бы, девушками и молодыми людьми. Вот, и была одна веселая история с этим красномером. Заключительная весна всероссийская. Да, мы выступаем на галоконцерте 96-го года, и у Сережи Савина в момент исполнения этого номера дворец спорта, представляете, огромная сцена. И это, наверное, вызов был, да, для общества, когда молодые люди вышли в юбку? Ну, может быть. И так сказать. Самый вызов был страшный потом, когда у него поползла эта юбка, она стала с него сползать, а у них были как раз в этот момент групповые движения. И мне пришлось в этот момент, когда они работали с ружьем, подойти к Сереге и прицепить ему булавкой юбку, чтобы она до конца не сползла. Вот это было смешно. Да, зал очень приветствовал этот момент. Было смешно. Коль, давай все-таки вернемся к залу педагогического университета. Что происходило здесь и насколько он важен вообще для тебя? Ну, это моя первая сцена, на которой, в принципе, я и начал свое творческое путешествие в мир. С тема. На уровне города премьеры, наверное, все проходили здесь, в ваших постановках. Да, конечно, да. Мы на этом зале, на этой аудитории, на наших студентах отрабатывали номера и смотрели, как они воспринимаются. Если они воспринимались хуже, мы, значит, что-то переделывали. Потому что с этими номерами мы же потом ездили еще и по другим фестивалям. Как вообще строился творческий процесс? С чего вы начинали, когда готовили тот или иной номер? Придумывалась идея. Там вот идея кафе. То есть приходит мужчина в кафе, что-то он там выпивает, с кем разговаривает с барменом, ля-ля-ля-ля. Потом выходит на улицу, встречает там... А, в этом же кафе встречает девушка, выходит на улицу, садится в машину, к нему подходят бандиты, бандиты хотят отнять у него машину, приходит милиционер, ля-ля-ля-ля и тому подобное, в конце концов. То есть вот такая вот небольшая история, это кафе. Шутки в духе того времени. Да, да, могли отобрать машину, кто угодно. Музыкальный экзамен примерно такой же, то есть преподаватель стоит, ждет, когда приходит студент, студенты приходят, не готовые, берут билеты, там, один готов, второй не готов, в конце концов все уходят расстроенные и недовольные, появляется в конце спортсмен, который приходит, кладет зачетку, ему расписываются, потому что он спортсмен. И он уходит, и все за ним заходят тоже, якобы уже тоже спортсмены, и все получают тоже зачет. Вот такая была история. Коль, много воды уже утекло с того времени, последняя студенческая весна наверняка закончилась в 90-каком-то году. В 99-м, да, для меня. В 99-м, ну то есть больше 20 лет. И остались ли в тебе вот эти творческие порывы, может быть, с друзьями иногда встречаетесь, вспоминаете? Да, все это осталось, это никуда не выкинешь и не денешь, потому что это все внутри, и поэтому, да, пересекаемся, иногда вспоминаем какие-то старые номера, проводим такие небольшие эссейшны. А можешь мне что-нибудь показать? Ну, могу, давай попробуем. Давай попробуем, тогда ты поднимешься на сцену, предлагаю тебе так поступить, а я останусь в зале и посмотрю. Ну, давай попробуем. Давно эту сцену не слышал, этого голоса. Ну, как-то так это было. Стих. Я не Гомер и не Радищев, не Юм, не Беркли, не Зенон, не Акуджава, не Татищев, не Демокрит и не Платон. Не Берцин я, не Достоевский, не Антокольский и не Лок, не Фербах, не Пнаевский, не Гриб, не Данте и не Блок. Я не Толстой и не Хазанов, не Ильф, не Ницше, не Бергольц, не Деницетти, не Рязанов, не Лермонтов и не Геймгольц. Я не Чайковский, не Эйнштейн, не Лауцзи, не Рафаэль, не Киссинджер, не Бануэк, не Кавка я, не Эйзенштейн я, не Тургеньев, не Белинский, не Бальмонт я, не Лановой, не Луначарский, не Минжинский. И ничего. Пока живой. Ну, как-то так. Коль, ну и напоследок хочется задать еще один, мне кажется, один из самых важных вопросов. Какова роль вообще Самары в формировании этого мощного студенческого молодежного движения? Ну, благодаря Самаре, Самарской области, в России появилась всероссийская студенческая весна. Это наша фишка, это наше достояние, которым можно гордиться, и мы уже 30 лет это делаем. И в этом году 30 лет фестивалю, и 30-й фестиваль юбилейный в Самаре, на родине, где появилась студенческая весна. Это просто восторг и восхищение, и это очень-очень здорово. Студвесна – это особое время года, это время надежд, время для воплощения в жизнь самых амбициозных проектов. В момент зарождения фестиваля в 90-е годы его участниками стали 260 человек. Теперь на юбилей к нам в гости приедут более 3,5 тысяч молодых талантов из 85 регионов России. В этом году Самара вновь распахнет свои двери, чтобы открыть стране и миру новые имена. Студвесна возвращается к истокам. Добро пожаловать домой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова